Утро Карачаева Черкесии приветствует вас. Инициативная группа «Сердце фронта» совместно с автономной некоммерческой организацией социальной поддержки «Ромашка» отправили гуманитарную помощь нашим бойцам в зону специальной военной операции. В погрузке приняли участие юные активисты, которые не только формировали груз, но и помогали в плетении маскировочных сетей для участников спецоперации. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Каждый из нас готов оказать помощь нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. Волонтеры инициативной группы «Сердце фронта» совместно с автономной некоммерческой организацией социальной поддержки «Ромашка» объединились, чтобы сформировать гуманитарную помощь для отправки нашим бойцам. Здесь, помимо еды, мы подготовили необходимые инструменты, автозапчасти по просьбе наших ребят. Так как каждый из нас обязан оказать свою помощь, им отмечают активисты. Мы объединились и дальше будем помогать нашим ребятам, чтобы они чувствовали, что у них надежный тыл. Все, что отправляем, это по списку. Ребята, то, что просят, они обращались как в нашу группу «Ромашка», так и в инициативную группу «Сердце фронта». Все просьбы мы фиксируем, записываем, изготавливаем сети маскировочные, они тоже жизненно необходимы, они спасают жизни ребят. Вот, также машины стараемся, запчасти там, то, что они просили. Каждый из солдат для меня, как родные сыновья, отмечает руководитель инициативной группы «Сердце фронта» Марина Иманова. Она находит возможность сформировать гуманитарный груз. Приятно видеть, что многие жители нашей республики оказывают нам помощь, так как только в единстве наша сила, отмечает Марина Иманова. Грузы отправляются на несколько, как сказать, рот получается, римбат, им нужны были очень инструменты, электроинструменты, им все выкуплено полностью, у них заявка полностью закрыта. И метрота, и метрота тоже все заявки закрыты. Плюс ко всему, вот все их заявки закрыли ребята, к которым мы обратились, некоторые сами вышли и сказали, что они закроют их заявки. И на деньги, которые были у нас собраны, в группе мы купили медикаменты. Самые юные волонтеры оказывали свою помощь в погрузке гуманитарного груза. Наши бойцы должны знать, что каждый из нас будет помогать им, чтобы они с победой вернулись домой, отмечают молодые волонтеры. Мой папа сейчас на СВО, и он начмеет полка, и мы помогаем ему чем можем, например, запчасти для его машин, которые не обслуживаются, и остальную гуманитарную помощь, которую загружаем в газель. Приятно, что людям становится легче на СВО, потому что мы им помогаем чем можем. И то, что они воюют за нас, и нашу безопасность здесь, и за свободу. Поэтому нам очень приятно заниматься этим и помогать им из тыла. Помимо технических принадлежностей, участникам спецоперации будут переданы хачанэ, лимонад и сыр, а также индивидуальные подарки, которые подготовили активисты. Альханеп Шоков, Ринат Муков, Вести, Карачаева, Черкесия. Далее прогноз погоды. А в 9 часов смотрите Вести Северный Кавказ. Удачного всем дня и до встречи в эфире. Карачаева, Черкесия. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 17-19, а днем 33-35 градусов тепла и высокая пожароопасность. Северный Кавказ. Северный Кавказ.